Иисус пребывает в Десятиграде. Земля, заселенная язычниками, или Декаполис, состояла из десяти городов. Это был обыкновенный римский порядок. Кстати, в этих местах находятся три из десяти этих городов, которые очень схожи по названиям Гадера, Гераса, Гергаса. Прямо отсюда, в восьми километрах через Генесарецкое озеро, находится Капернаум. Мы давайте, прежде всего, почитаем, что пишет об этом месте, о событиях, которые произошли здесь, Марк. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, то есть Иисус, то часто встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда, днем и ночью, в горах, в гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и вскричал громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый из всего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той, послось же там на горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас свиней, чтобы нам отойти у них!» Иисус позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней и устремились в стадо скрутизны в море, и их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились, и видевшие рассказали о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы он отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, сказал, «Иди домой к своим и расскажи, что сотворил с тобою Господь». А Иисус пошел и проповедовал во Десятиграде. Давайте восстановим события, которые здесь произошли. Иисус находится в Капернауме. Писание говорит нам, что бесноватый, или, как Матфей говорит, бесноватые, по Матфею их было двое, кричали и бились в гробах днем и ночью. Это было ужасное зрелище, но это было слышно, потому что они находились в состоянии экстаза, экстатической истерики и постоянно кричали днем и ночью. Местные жители говорят, что хотя до Капернаума 8 километров прямо по воде, но потому что вода очень хорошо передает звук, особенно в ночное время, все прекрасно слышно. Поэтому совершенно не исключено, что когда день и ночь, находясь в своем штабе в Капернауме, Иисус слышал этот звук, он, с одной стороны, страдал от невозможности спокойно проповедовать и учить, но, с другой стороны, он не мог не сострадать людям, которые здесь находились. Надо понимать еще одну проблему, которая была у Иисуса. Иисус, который говорил, что он пришел к погибшим овцам дома Израилева, понимал, что здесь, по эту сторону Генесоветского озера, либо Генесоветского моря, живут не евреи. И действительно, эта земля всегда была населена язычниками, и евреи здесь никогда не жили. Еще один указатель на то, что здесь жили не евреи, подказывает нам непосредственно текст. Они пасли свиней. Евреи, согласно закону Моисея, не имели права есть свиней, не имели права использовать их ни на какие нужды. Поэтому смысла пасти свиней не было. Отсюда вывод, здесь земля была населена язычниками. Итак, Иисус садится на лодку вместе со своими товарищами и плывет здесь. Именно здесь их застегает шторм, который называется на языке местных арабов Шаркия, что значит внезапный шторм, внезапный ветер. Людям может показаться, что на самом деле невозможно, чтобы возник шторм на таком маленьком озере. И это действительно чудо. Это действительно чудо, когда шторм возникает как бы из ничего. Он приплывает к этому берегу и из гробов выходит бесноватым. Я хочу, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Когда он прибывает на противоположный берег Гадарим, то выходит бесноватый. Матфей описывает по своей сути существовавшую у народов этой земли традицию. Язычники считали очень часто, что если они будут жить в пещерах, на кладбищах, то в них входит дух их предков. И когда они приходили сюда, они изнуряли себя, во-первых, голодом, они молились бесом, и в конечном итоге они верили, что, собственно, когда они обитают в этой среде, то духи их умерших предков дают им силы. И это была весьма распространенная практика в это время. Итак, Иисус выходит им навстречу и встречает их. В трактате, например, Сан-Идрин, раби Акива оплакивал таких людей. Он говорил, вопрошающий мертвый – это человек, который морит себя голодом и бродит по кладбищу, чтобы снизошел на него нечистый дух. Если человек постится ради того, чтобы на него снизошел нечистый дух и достигает своей цели, не в большей ли мере он достиг бы своей цели, если бы постился для снискания духа святости. Это очень сильное утверждение, поэтому я бы не стал рассматривать людей, которые здесь жили, как просто несчастных сумасшедших. Это были люди, которые в свое время добровольно выбрали для себя этот путь, потому что они решили, что таким образом они достигают какой-то определенной духовности. Естественно, впав в такое состояние, уже трудно из него выйти, но они находились в нем. И теперь происходит весьма интересная вещь. Иисус спрашивает у них, как тебе имя этого беса. Согласно еврейской традиции, невозможно было выгнать беса, если ты не знаешь его имени. Именно поэтому Иисус обращается, они говорят имя легион, то есть нас огромное количество, в римском легионе находилось до 10 тысяч человек. И таким образом мы знаем, что когда на горе паслось стадо свиней до двух тысяч, то есть если предположить, что в каждую из них, занимаясь арифметикой духовной, вошел хотя бы один бес, то там было 20% вот того легиона. Опять-таки Матфей говорит, что их было два этих одержимых. Теперь интересная вещь. Иисус выясняет имя и говорит, начинает общаться с бесами. И бесы говорят, еще не наступило наше время, еще не наступило наше время. Это очень распространенный в иудаизме прием, потому что именно в иудаизме бесы имели свое время. И очень часто, когда раввины приходят, у нас есть огромное количество свидетельств по этому поводу, они приходят и занимаются экзорцизмом, бесы говорят, еще не наступило время, еще не наступило время. И в некоторых случаях раввины были вынуждены отступать, потому что время действительно не наступило. Послесь на этой горе. На этой горе кто-нибудь возразит, что она находится в некотором удалении от Геницаретского моря. Сегодня, в древние же времена, вода подступала гораздо выше, и на этой горе послось огромное стадо свиней. Иисус отправляет этих бесов в свиней, и свиньи прыгают с обрыва в море. Я хочу обратить ваше внимание вот на какой факт. Существует расхожее мнение, что евреи не приняли Иисуса. Я хочу вам сказать, что согласно тексту Писания, который мы находим и у Марка, и у Матфея, не только евреи не приняли Иисуса. Язычники тоже не приняли Иисуса. Более того, для них свиньи оказались гораздо дороже Иисуса. После того, как нечистый дух вошел в свиней, и свиньи попрыгали в море прямо с обрыва, они обладали определенной ценностью, что они предпочли? Жители Гергесы, Гадеры и Гарасы. Они сказали Иисусу, чтобы он удалился, несмотря на то, что перед ними был человек, которого он исцелил. Несмотря на то, что этот человек фактически его вернули к новой жизни. Они испугались и устрашились, и они решили не оставлять у себя Иисуса, а решили его изгнать. Причина состояла в том, что они лишились своих свиней. Отсюда вывод. Иисус, который пришел 2000 лет назад, прежде всего к погибшим овцам дома Израиля, он предлагал себя как спаситель и физически, и психологически, и духовно, так же и язычникам. Но суть состоит в том, что все согрешили, и все лишены славы Божьей. И именно поэтому Иисус был отвергнут в равной степени язычниками еще раньше, чем он был отвергнут евреями в конце повествования у Матфея. Ну что ж, такова человеческая природа. И нам, вместо того, чтобы искать крайних, валить друг на друга, и искать тех, которые с нашей точки зрения хуже нас, в пору спросить, что для меня важнее в жизни? Ценности, которые вокруг меня, куры, свиньи, машины, квартиры, золото, дома, земли, которые вокруг нас, или та вечная жизнь, или то здоровье Святого Духа, которое предлагает нам Господь Бог. Каждый в свое время дает ответ на этот вопрос. Слава Богу, у нас есть Дух Святой, который безвременен. Слава Богу, наш Дух Святой гораздо сильнее нечистого или бесов, которые все в свое время отпущены им до конца пределов Господом Богом. Поэтому будем полагаться на Духа Святого. И прославим Отца нашего Небесного, что Он сохранил для нас вот эти все прекрасные места, дабы они служили подтверждением, тем чудесным описанием, которое мы находим сегодня в Евангелиях. Да благословит вас Господь Бог! Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинария». Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинария». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова